2 пмз 2 м это 90-е годы как мы видим вот уже концерн подольск или что там до подольск подольск и 2 м это видимо 70 80 мне их надо восстановить ну чтобы они были в рабочем состоянии подшиты все как надо у меня всего две машины которых которых я не касался это же не порядок надо чтобы все были исправны вот по этой серенькой мне вот такой привод но вот эта машина оттуда же откуда и чайка вот у меня недавно было видео там чайка в убиенном состоянии 134 а это вот оттуда же ну она во первых вообще не двигается ее надо промывать но прежде чем не приступать мне надо собрать привод ручки у меня нет но что делать у меня вот есть донор я сейчас ручку переставлю а тут видите какой сделан ну тут все максимально удешевили здесь тоже нет но думаю отсюда пойдет чтобы в свет было я просто сейчас переставлю две этих детали вот поводок этот пластиковый капроновый ручку и потом далее будем продолжать и вот готов достаточно здесь помажем силиконом чтобы не брякала ручку все невесомый даже вот по сравнению от от советского 2м но тут еще вот можно использовать у меня я лежала качестве донора все теперь приступаем к машинам вот с этой советской тут проблемы не будет ее смазать зашьет а вот это это с того же места что и чайка она вся 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 разобрана это такое впечатление кто смотрел видео про чайку 134 я говорил что это целенаправленно уничтожались но эту просто разобрали тут трудно что-то уничтожить она из чугуна это такое впечатление что какой-то ребенок младшего школьного возраста просто-напросто разбирал это наверняка взрослый разбирал но с мозгами начальных классов не более для начала тут стоит прокладка как обычно не знаю сколько я вот этих уже прокладок по удалял из различных материалов тут даже две стоят из какого-то диэлектрика картон какой-то диэлектрический но зачем винта стопорного конечно же нет но на удивление правильно стоит пластина в пластина шайба так но надеюсь здесь не стучали ничего ладно надо сейчас найти винт стопорный наша задача в этом видео сравнить машины семидесятых восьмидесятых и машины 90 нулевых рф и сср ну конечно тут явно в чью пользу будет видео но надо же попробовать а вдруг они одинаково хорошо будут шить про то 2м с сср-овская даже ни разу не сомневаюсь а здесь могут быть нюансы частности может не быть сброса это у них болезнь вот у этих 2 м в предвидя нехватку много готовил коробочки уже запчастями ну тут же этот мегамозг, который делал это разобрал все что можно было я как в том видео говорил что такое впечатление что цель стояла как можно больше вреда нанести ну поставил две прокладки зачем, тоже непонятно причем я таких умельцев же встречал это такой дедок который все знает, все умеет ну, ремонтировал трактор из Сталинец еще СК-4, комбайны знает, тот и дод и вот он, его слова буквально это я цитирую что это вроде как я ремонтировал трактора, что такое швейная машина вроде это и растереть вот, это примерно картина вот таких вот умельцев я не спорю может быть он трактора и умеет разбирать, собирать но машина это не трактор поверьте, далеко не трактор и даже и не комбайн СК-4 самоходный без кабины который это немного посложнее будет ну как, она не сложнее конечно комбайн я сам ремонтировал у меня даже удостоверение из сельского механизатора там поверьте, кроме ремней и цепей подшипников там ничего нет там, ну я про старые комбайны новые, это другое совсем вот, а они сюда лезут вот эти комбайнеры широкого профиля первая засада вот со старого 2М тут мелко зенковка ну мало выбрана вот эта головка винта упирается в фрикционный винт значится так открутив и прикрутив раз 10 привод поменяв штуки 3 вот таких поводка и все таки поставив вот такой фрикционный винт где, ну вот вот такие которые ломаются я добился наконец-то легкой работы а то затирает вот этот поводок упирается то ли тут загибнет в общем не исключено, что я устраняю заводские косяки вот сейчас все хорошо стало все работает ровно без затираний он выбег даже а то затирало ну не знаю где, но затирало все я потратил минут 40 вот на этот на эту часть дальше не знаю как будет сегодня бы вот с этой закончить а время уже вечер сейчас скомплектую и наверное все на сегодня ну а пока суть до дела надо же эту машину прокапать керосинчиком она ну практически не крутится вон видите я еще не заглядывал оу тут пыльща ну ладно пускай керосин делает свое дело паутину я потом уберу сейчас фронтальную доску надо поставить соответствующе вот уже побежала все следом маслица тут фитили даже есть вот тут засуха все сейчас побежит что тут у нас почистить еще промазать чутка и можно закрывать задвижной пластины конечно же нет челночного тоже нет ничего нет и что это я вот есть сам корпус челнока две вилочки есть даже так а чего нет нет винта прижимного но это найдем он нет не он ладно вот вроде он я как предвидел абсолютно нулевое колечко я буквально на днях покупал шпульные папачки вот эти правоходные и увидел лежит на витрине вот такая вот пластмасска капроновая вернее я говорю дайте мне вот у нас две числятся но нашла только одна с витрины это лежала с каких-то незапамятных времен и вот она прямо сюда у меня есть они где-то ну это же надо искать а тут у меня прямо она на глазах потому как я не убрал еще никуда так ну и предпоследний штрих ставим шпульный колпачок почему предпоследний вот так а потому что вот еще надо что поставить она есть эта крышечка и даже не сломана обычно вот здесь обламывают так и еще даже вот что нужно здесь нету катушка держателя он то ли обломан тут какая-то затычка так надо теперь сюда еще винт подобрать сюда подобрать винт какой-нибудь красивый металлический и подобрать вот катушка держатель и тогда машина будет в полной боевой а я вообще что-то разогнался задвижной пластины еще нет ну елки сейчас комплектую и и и и катушка держатель тут то ли что-то как она могла обломиться тут просто была какая-то пластмассовая что-то короче пластмассовая так ну и все машина полной комплектации ход тяжеловатый а для этого я сейчас использую опять же из недавнего видео приспособу было и стало раскрутился винт ну и все так на этом первая часть закончена следующей части протестируем ту машину я за кадром тоже промоет там ничего кроме промывки и ничего и потом мы протестируем смысл вот этого видео сравнить как они будут шить я заранее знаю как но надо же убедиться в этом на 100% всем пока до свидания почему бы постскриптум не заснять я же не могу не проверить машину для тех кто досматривает видео до конца водо то вы м вы до с до до до